Армейский КАМАЗ готовится в командировку в зону специальной военной операции. На этот раз гуманитарный груз собирали всем миром. Девять районов Самары сформировали свои посылки, начиная от продуктов и вещей, заканчивая лекарствами, спецснаряжением и печками-буржуйками. В каждой посылке православные иконы, мусульманские тексты и письма. Письма написали самарские школьники. Посвящены они 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Они, конечно, обращаются не к конкретному Ивану Ивановичу, Семену Семеновичу. Там одно звание российский солдат, солдат-свободитель. Дорого стоит письмо такое, которое сделано в таком художественном промысле. И зачитаю, что дорогой солдат, и понимаю, как тебе сложно на войне. И даю тебе этот подарок. Помочь защитникам Отечества может любой желающий житель Самары. Например, в Самарском районе налажена система добровольчества. Одни приносят вещи и продукты, другие шьют снаряжение и обмундирование. Все это аккумулируется в одном месте через управляющих микрорайонами. Мы хотим действительно отправить этот груз, чтобы этот груз дошел до места и достался нашим ребятам. Хочу сказать о том, что все жители их ждут домой живыми и здоровыми. Все их любят и ими гордятся. Помогают защитникам Отечества в тылу и студенты-волонтеры. Деканат говорит, что ребята, нужно помочь. И мы, как добровольцы, вызываемся и, собственно говоря, приходим и оказываем помощь, которую можем в виде того, чтобы разгрузить, что-то помочь. Каждый выполняет свою работу либо в тылу, либо на передовой. И каждый значим. Сегодня в зону СВО отправили порядка 700 посылок. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...